...карты этого острова и отправился обратно уже на Кубу, а потом и на Испаньолу. После своего первого посещения Ямайки, Коломс написал в Англии, что это самый прекрасный остров, который он когда-либо видел. Тем не менее, ему пришлось завернуться, 59 лет, где не было своей воли, и провести здесь гораздо больше времени, и воспоминания второй вид на Ямайку оставили, по-моему, весьма и весьма неприятным. За временем, друзья мои, мы сейчас проезжаем город Аракабеста. Можно сказать, такой дачный поселок, это был особенно в 50-е, начале 60-х годов. И как раз здесь проживал А.М. Сеймин. Мимо его дома мы будем пролежать, по-моему, там мы его не увидим, поскольку он находится на берегу моря. Но все места, которые выкновили его на свидание А.М. Сеймин, это как раз вот здесь. Голден Айт с пилой Айтом Кейтартом. Слева вы видите фиолетовую флагу вверх, это как раз здесь. Голден Айт с пилой Айтом Кейтартом. А Alsong Кейтартом. Кстати, доктор Д. Астролог Елизаветы 1-й, которого я уже вспоминала. По его расчетам, на 77-м Беридиане на западе находится рай на земле, Эден-Пересад. И 78-й Беридиан – это как раз-то место, где находилась первая столица, которая занимается сначала основанными испанцами, а потом и англичанами в городе Сейнштаб. И там же, ровно на 7-м Беридиане находится и вилла Хайнер-Крейминга – Голденай. Так что, действительно, вот эти все традиции уже во многом связаны с предными обществами, с тайной полицией английской, также с опытом романтрейсеров в Англии, связанной с масонскими армянами. Видимо, там Айн Племен пронизал в каких-то из этих тайных обществ, поэтому он и выбрал это место для своего дома, ровно в том месте, в котором по расчетам доктора Дэ и находится рай на земле. Но вернемся к Сапору Колумбу. Итак, шел 1503 год. На этот момент уже Колумб понимает, что Каринские острова не имеют никакого отношения к Японии, что до Азии он еще не добрался. и ему действительно потребовалось очень много усилий для того, чтобы уговорить Шердинанда и Изабеллу отпустить его в последнюю, четвертую спицию, во время которой он все-таки надеялся закончить дело своей жизни и достигнуть Азии. Дело в том, что он считал, что он просто еще не доплыл, что земля в диаметре оказалась несколько больше, чем он изначально рассчитывал, и действительно, если продолжить свое плавание на Запад, то все-таки можно будет стать сильным уже и Азиатскому островову, и Китая востребенного, Индии и так далее. И действительно, Колумб отправляет на свою последнюю четвертую позицию, которая не залазилась с самого начала. Три корабля отправилась в этот последний поход. При этом, испанцы не дали Колумбу его морякам выходить на Испаньоле, в октябре, в Тадонинском, Колумбу пришлось не заходя в Лабу Порт-Ан...